Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь, ко пришедшим к Нему Иудеям. Делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в животе вечным. Ежесын человеческий вам даст, сегубо Отец знамена Бог. Реши же к Нему, что сотворим, да делаем дела Божие. Отвещай Иисус речи им, сей есть дело Божие, да веруйте в Того и Гоже посла Он. Реши же Ему, кое у боты твориши знамени, да видим и веру имем Тебе, что делаешь. Отцы наши и до шаманну в пустыне, якожи списано, хлеб с небесе даст им ясти. Речо бы им Иисус, аминь, аминь глаголю вам. Не Моисей даде вам хлеб с небесе, но Отец мой даст вам хлеба истинного с небесе. Хлеб бы Божий есть, сходяй с небесе, и даяй живот миру. Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Сегодня вторник, 21 мая. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, главу 6, с 27 по 33 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Но это сказали Ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. И Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба. Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Господь беседует с народом иудейским, люди находят Христа после вот этого чудесного насыщения, когда питью хлебами, двумя рыбами спасительно питало огромное количество человек. Вот это настолько людям понравилось, что побросали все дела свои, все свои заботы, оставили вопросы, но потом пошли искать Христа. Для чего? Вот в Евангелии мы с вами видим, что хоть с одной стороны они его хотели сделать царем своим, хоть между собой рассуждали, что вот это истина, пророк, то есть соглашались, что то, что делает Христос, это дело Божие, и Бог через него это делал. Даже вот до такого могли они догадаться. Вот в Евангелии мы видим, что все-таки умы их заполняло не желание с Богом быть, и не желание как-то жить по воле Божией. Христа здесь они ищут не как учителя, не как спасителя своего, а ищут как того, кто может дать им пищу, дать им радость, дать им удовольствие, дать им успокоение от каких-то земных трудов. Ведь действительно вот эти слова Божие, которые касаются всего рода человеческого, что в пути лица будешь есть хлеб твой, это было сказано давным-давно, больше семи тысяч лет назад, Адаму после изгнания его из рая. Эти слова касаются каждого из нас. Вся наша жизнь земная, она действительно всегда связана с тяготами, связана со скорбями, с трудом, с трудом порочен тяжелым. И все это человек понимает действительно как некая скорбь, которую он должен нести. И вот людям, наверное, естественно, в какой-то степени искать действительно жизни блаженной, жизни счастливой, жизни райской, то, чего однажды люди лишились. Но это надо понимать, что все это возможно тогда лишь, когда человек с Богом соединяется, когда он снова начинает жить жизнью божественной. Пока Бог для меня чужой, ну, в каком блаженстве может речь идти? И вот люди здесь ищут Христа, к сожалению, ради земных вещей. И хочется, чтобы он их питал, наслаждал, и не более того. И вот Господь отвечает им, говоря, что «Старайтесь не опищить Леной, но опищей пребывающей в жизни вечную». Слова «старайтесь не опищить Леной» говорят нам о том, чтобы мы не превращали вот эту вот естественную заботу о своем теле, о жизни своей земной в какую-то вот бесконечную суету, бесконечный бег за тем, что вкуснее, слаще, богаче, приятнее и так далее. В ангелистике слова, где Господь нас учит тому, вот есть у вас что пить, есть во что одеться. Да и довлеет вам того. То есть пусть ваши заботы не превышают вот это. Есть что-то необходимое для жизни, не ищи большего. Не заполняй жизнь своей вот этой ненужной суетой. Значит, ты теряешь самое главное, теряешь время, теряешь силу души своей. А ведь наша земная жизнь — это лишь только подготовка к вечности. А как мы к вечности подготовимся, если мы все время потратим лишь только на земное? Вот Спаситель говорит, что старайтесь не о пищи Леной, но о пищи, пребывающей в жизни вечную. То есть старайтесь о том, что питает ваши души, то, что наполняет вас, то, что вас меняет, то, что делает вас способными с Богом вместе быть. То есть старайтесь о стяжании благодати Божией, так вот здесь можно сказать. Откуда благодать берется? От Бога. А принимается она человеком по вере Его. Причем ведь по вере не просто, а бы какой. Знаете, вот как у многих людей бывает что-то, как они говорят, у меня своё, там, своя вера, у меня там, Бог в душе и так далее. Хотя на самом деле знать ничего, не знать даже о каких-то своих вот этих предрассудках. То есть у человека должна быть вера чёткая, ясная, сознательная, в Бога истинного. А с Богом мы можем соединяться и общаться лишь только через Бога человека Иисуса Христа. Вот Господь здесь об этом и говорит. То есть старайтесь о пище, пребывающей в жизни вечную, то есть старайтесь в вере пребывать, которую даёт вам Сын Человеческий. Ибо на нём положил печать свой Отец Бог. Вот здесь Господь снова подчёркивает то, что делает Он, это дело Божие. Что Он не противник Богу Отцу. То есть Он исполняет волю Бога Отца. Потому что воля у всех лиц Святой Троицы, и Отца, и Сына Духа Святого, она одна. Здесь Он вновь нам это открывает. Как бы своё вот это вот равенство и нераздельность с Отцом Своим. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие. То есть вот здесь, с одной стороны, вроде бы этот вопрос, он даже где-то служит похвалывая, что вроде бы люди здесь спрашивают, что скажи нам, учитель, как нам жить по Божьему. То есть научи нас. Хотя на самом деле здесь ты отсытывал какое-то место так, что иудеи на самом деле здесь пытаются себя оправдывать. Здесь будто есть некая ирония в их словах. Мол, мы знаем, как жить по воле Божьей. Да мы вроде бы и так народ Бога избранный, мы и так живём по воле Божьей. Мы совершаем службу, мы приносим какое-то жертвоприношение, мы платим десятину. Если вот здесь можем сказать словами фарисеев, как наиболее ярких религиозных представителей народа иудейского. То есть, естественно, в этом вопросе, что нам делать, есть некая даже похвальба, мол, мы и так живём в ней. Чему ты нас можешь научить? Откуда мы это видим? Вот из дальнейших строк видим вот этот настрой иудейский. Но Господь, будучи сердцветцем, тем не менее, Он открывает вот этим людям то, что нужно. И говорит, что вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть вот самое главное — это прийти ко Христу. Самое главное — верить Ему. Жить по словам Его. Быть Его учениками. Исполнять Его заповеди. Вот. Вот это вот важно для любого человека. Что для иудеи, что для любого, кто приходит к Богу. Причём опять же, да, говорит Иролев того, кого Он послал. То есть указывая на себя, говоря, что я послание Божие, я не противник Ему. Очень важно это было иудеям тогда дать понять. Многие из них, да большинство из них, не могли тогда принять эту истину, что Он и есть истинный Бог. И Бог, и человек. И действительно, человеческому разуму это не под силу объяснить для себя. Никакая логика здесь не поможет человеку. И вот Господь очень часто, видимо, в общении с народом снисходит к их немощи и говорит о себе несколько уничиженно. Как здесь говорят святые отцы, в первую очередь Он ставит для себя задачу им спокойно принять мысль, что Он Богом послал, что Он не противник Богу. А уже потом, когда они это уже примут, уже можно дальше принять, что Он и есть самый истинный Бог. Вот и говорит о себе, да, что Меня послал Бог Отец. На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь. Вот здесь открывается их настрой. Совсем недавно они называли его пророком, хотели сделать царем своим. А сейчас говорят, что, мол, чем ты доказываешь истинность своих слов? А почему так произошло? Почему так легко здесь отказываются от своих же слов? Почему? Потому что Господь не напитал их. Они пришли, думая, что Он нам сейчас дашь что-нибудь опять вкусное, сладкое, сытное. Он говорит с ними о небе, говорит с ними о Боге. А это им не нравится, им хочется другого, им хочется земного. И все, здесь они уже отказывают ему. Они отказываются верить уже в него, требуют каких-то еще доказательств. Только что вы были свидетелем величайшего чуда. Вы видели явление Творца перед собой. Он творил из ничего вам пищу. И вот сейчас вы требуете новых заказательств. Что указано, что вы верить не желаете. Вы не желаете здесь мириться и принять. И вот дальше говорят, опять же, указывая, что ли, пример, как величайшее чудо, как раз еду. Говорят, что тут молодцы наши ели ману в пустыне. Как написано, хлеб с неба дал им есть. Говорят, что вот это вроде чудо было. Вот что людям надо. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам. Не Моисей дал вам хлеб с неба, Отец мой. Это действительно ведь так и есть. То есть не с неба же пищет вас Бог и давал народу своему эту пищу. Тогда нужно это было, нужно было подкрепить народ. Нужно было действительно установить вот в этой мысли сознание, что Бог всегда рядом с людьми. Что даже в такой вещи, как даже просто напитаться, Он не оставляет людей. Тогда были особые времена, особая ситуация. Вот это вот они запомнили. Вот это иудеи для себя считают важным, что мы пьели что-то вкусное. А вот то, что Бог о вас заботится, Бог вас любит, естественно, и вы должны быть Богу послушны. Это вот здесь и мне вспоминается. Спаситель говорит ему, Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, опять же говоря о себе, что он является той пищей для души, он является тем источником жизни для жизни человека. Ибо хлеб Божий тот, кто сходит с небес, да Христос по божеству своему сходит с небес и дает жизнь миру. Причем жизнь не как в существовании, хотя и это от него, как от Творца. А жизнь имеется в виду жизнь божественную, жизнь блаженную. Вот такие евангельские строки в сегодняшний день мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Иоанна, главу 6, с 27 по 33 стих. Христос воскресе! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!